Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет на день. Сейчас мы посмотрим понедельник. Что же нам посоветует Таро на понедельник? Ну и соответственно, что может произойти и как на это все реагировать было бы здорово. В понедельник, слушайте, вот первый день недели, и тут очень много будет начинаний. Что-то вы будете начинать. Может быть это новый проект, для некоторых это может быть новый бизнес. А также, ведь по этой карте начинать можно все что угодно, новая работа. Я именно подсознательно, из-за того, что это понедельник, как-то не могу увидеть что-то, связанное с межличностными отношениями. Больше я, конечно, вижу работу, карьеру и бизнес. Кстати, если у кого-то будет именно начало каких-то отношений в этот день, напишите, пожалуйста, интересно. Мне вообще интересно, как у вас проигрываются расклады. И единственное, что могу сказать, для того, чтобы расклад проигрывался, тут нужно доверие, ваша интуиция и, конечно же, принятие. Если вы принимаете то, что вы слышите, оно и будет работать на вас, и будет вам помогать. Если вы не принимаете и не верите, соответственно, оно на вас работать не будет. Смотрите, еще по этой карте будет какая-то небольшая неуверенность. Да, надо будет что-то начинать, и вы будете чувствовать какую-то небольшую неуверенность, стоит ли начинать или нет. По этой карте надо меньше смотреть скурпулезно на детали, а больше именно на большую картину и все-таки начинать действовать. Потому что пока вы не попробуете, вы не узнаете. Да, скорее всего, может быть, не брать огромных рисков, если есть таковой страх, но все-таки без действий вы никогда не узнаете. А вот по этой карте, если вы не будете действовать, вы можете упустить какие-то шансы. Шансы для улучшения, шансы для продвижения, шансы для поднятия, шансы для развития. Подумайте об этом, и, соответственно, конечно же, каждый из вас примет свое решение. Смотрим дальше. Ну вот, я и говорю, что будете немножечко потеряны. Именно, может быть, не хватает какой-то информации вам, поэтому вы не уверены в том, стоит ли начинать. Вот эта карта и говорит о том, что вот информация есть. Вот тут даже могу сказать для некоторых из вас, простите, уж так я это вижу, лениться будете искать какую-то информацию. Захотите, с одной стороны, сэкономить время, но экономия времени вас приведет к тому, что вы не будете уверены в том, что вы хотите начать или хотите делать. Поэтому было бы здорово лучше взять вот это время, там, не знаю, у каждого из вас свое, тут я хочу сказать, в принципе, к покупкам это может быть до пяти минут самое интересное, может взять у вас нахождение нужной вам информации. И, соответственно, уже действовать и начинать более уверенно. Давайте же мы посмотрим, что же к концу дня будет. Ну, я хочу сказать, к концу дня будете отдыхать, знаете, как с чувством выполненного долга, получать удовольствие от жизни. Все-таки, я как понимаю, вы решите свои задачи, которые будут стоять перед вами в течение дня, и к концу дня будете довольны и радостны. А в целом, могу сказать, очень легкий день. Утяжелить его можете только вы сами. И то, вы уж простите, если будете лениться.